Для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. 21 сентября 2022 года президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о введении в стране частичной мобилизации. В связи с этим у россиян возникло много вопросов. Кого коснется мобилизация? Что ждет того, кто под нее попал? Какая ответственность грозит за игнорирование повестки? Попадают ли под федеральный закон жители с двойным гражданством? Начнем по порядку. В указе президента сказано, что мобилизация проводится в соответствии с законом о мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации. Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военноучетные специальности и соответствующий опыт. Состоят в запасе практически все, кто получил военный билет. О призывах студентов и обучающихся речи не идет. Мобилизация может коснуться в первую очередь военнослужащих запаса первого разряда. Это рядовой состав в возрасте до 35 лет, младшие офицеры в возрасте до 50 лет, старшие офицеры до подполковника либо капитана второго ранга включительно до 55 лет, полковники и капитаны первого ранга до 60 лет. Медики, которые окончили гражданские учебные заведения, но имеют военноучетные специальности в запасе, также могут быть призваны, если их специальность востребована. Например, это могут быть хирурги, анестезиологи. Оповещать о вызовах военкомата, подлежащих мобилизации россиян, должны работодатели. Они обязаны обеспечить сотрудникам возможность своевременной явки труда, разъяснять работникам порядок исполнения обязанностей по воинскому учету, подготовке и мобилизации, информировать об ответственности за их неисполнение. При мобилизации граждан оповещают, как всегда, путем вручения либо повесток лично в руки под подпись. Повестку могут вручить по месту жительства или по месту работы. Те запасники, которые имеют мобилизационные предписания в своих военных билетах, это специальный вкладыш в военном билете у лиц, которые находятся в запасе, обязаны явиться в военкоматы самостоятельно. Согласно статье 21 Федерального закона о мобилизационной подготовке и мобилизации, гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается въезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов. Резервист может переезжать из одного российского региона в другой. Член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации Кирилл Кабанов заявил, что запрета на выезд юридически по частичной мобилизации нет. Он действует с момента получения повестки. Юридически граждане с военным билетом, но без повестки, могут выезжать за границу. Формально право выезда граждан за границу определяется федеральным законом о порядке выезда из России и въезда в Россию. В нем нет запрета на выезд из страны в период мобилизации. Но поскольку мобилизация в России проводится в первый раз, то неизвестно, как это будет работать на практике. У сотрудников пограничной службы на данный момент нет законных оснований ограничивать выезд людей за пределы страны. Возможно, они будут требовать разрешения военкомата на выезд из страны тех, кто подлежит мобилизации. Если гражданин Российской Федерации не явился в военкомат после вручения повестки о мобилизации, ответственность наступает как за уклонение от призыва. Статья 328 Уголовного кодекса. Если же человек не явился в военкомат по повестке для уточнения данных и дальнейшего вручения мобилизационного предписания, ответственность административная в виде штрафа. Однако накануне Госдума приняла поправки, которые вводят уголовную ответственность за добровольную сдачу в плен и мародерство, а также дополняют Уголовный кодекс понятиями мобилизация, военное положение и военное время. Появилось в них и уголовное наказание за уклонение от службы в период мобилизации и военного положения от 5 до 10 лет. Как это положение будет применяться непонятно, но скорее всего уголовная ответственность будет грозить уже явившимся военкомат, призванным по мобилизации, а потом уже уклонившимся от службы. Вопрос однозначно требует официальных разъяснений. Я бы не рекомендовал гражданам, подлежащим мобилизации, пытаться избежать данной процедуры, так как правоприменительная практика пока еще не сформирована и может оказаться достаточно неприятным сюрпризом для таких лиц. Под ударом мобилизации окажутся и жители с двойным гражданством, но каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Военкомат, помимо всего прочего, имеет право, законное право призывать на службу тех граждан, кто имеет двойное гражданство, причем независимо от того, служил этот гражданин в армии другой страны или нет. Единственное исключение это граждане Таджикистана, поскольку у России с данным государством имеются особые договорные отношения по поводу прохождения военной службы. Частичная мобилизация нужна для защиты суверенитета и территориальной целостности России, обеспечения безопасности народа и людей на освобожденных территориях. Для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. Наши независимости, свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами. Алина Красильникова, Универа Ньюс.